Первый вопрос. Да. Ты можешь описать человека, который купит зубы Радулова за 3 миллиона? Ну, должен быть человек с чувством юмора. В первую очередь, относиться, ну, или быть, или настоящим, или будущим донтистом. Или без зубов, просто. Проверить работу, да, тех коллег, которые это делали, протезами. Ну, или просто, да, которым не хватает 4 зубов, 4 губы. Расскажи об этой благотворительной теме, которую ты снял сейчас в дневнике Хача. То есть, опять помогаешь детям, да? Да, все это, тот же самый фонд «Спаси жизнь». Поэтому это мы сделали в более шуточной форме, но это не важно. Просто хотим как можно больше привлечь внимание, чтобы как можно больше людей заинтересовались, и как можно больше выручить денег, чтобы пошло на операции детишек. Ты этим летом занимаешься, я так понимаю, вместе с Малкиным и с Радулом, у Маркидана. А чем изменились тренировки, там, по сравнению, какие у тебя были раньше? Я так понимаю, что у тебя тяжелые такие, да? Какое самое тяжелое упражнение? То есть, что-то особенное, да? Да нет, но с Баршим Аркиданом мы на льду больше катаемся, а в зале мы занимаемся, я и с Александром Васильевичем Строфшиным на песке занимаюсь, и в зале у Жени Малкина приезжал тренер по физку подготовки, и с Питтсборгом мы занимались с ними, поэтому много тренеров, которые нам помогают. Это очень приятно и полезно. Несколько вопросов про НХЛ, потому что на официальный сайт НХЛ тоже пойдет. По поводу Лос-Анджелеса, да, вот команда играла в первом раунде с Вегасом, удивилась, что они забили все три гола, и поэтому подписали тебя, что три гола в четырех матчах, да? Ты понимаешь, что это такая миссия, что первое звено усилить именно атаку, и ты видел ту серию, может, там записи смотрел? Я, конечно, пересматривал после того, как подписал контракт с Лос-Анджелесом, и были просто тяжелые игры в плей-офф, никто не хочет пропускать, Квик играл здорово, к сожалению, не получилось забить, но будем стараться исправлять ситуацию. С Капитаром ты был раньше знаком, на Олимпиаде пересекался где-то, да? Ну, конечно, мы общались где-то, но так близко нет, но после того, как я подписал контракт, он мне один из первых позвонил, даже до того, как я подписывал еще контракт, он мне звонил, и поэтому это было очень приятно, и многие ребята из команды написали или позвонили, так что поддержка чувствуется, и это вдохновляет. Ты подписал контракт, когда буквально тогда фотографии выкладывал в Инстаграм, с женой прилетел в Лос-Анджелес, да, вот там сидели как два туриста на фото, потом бас и договорились, зацепил тебя город, да? Нет, не город меня зацепил, меня зацепило отношение ко мне со стороны президента команды, со стороны генерального менеджера, и мне разъяснили, что от меня будут требовать, в какую роли видят, поэтому моя задача сейчас подготовиться как можно лучше физически и приехать в лагерь в хорошем состоянии. С вами вопрос такой, у тебя команды в основном связаны с Атланта, да, там Солнышко, да, вот Лос-Анджелес сейчас, когда ты играешь в команду, где там зима, там все это, как-то влияет вообще, знаешь, выходишь в шортах на тренировку, сразу оптимизм такой у тебя. Там в Лос-Анджелесе очень хорошая погода, там днем тепло, вечером прохладно, поэтому в шортиках особо не походишь. Ну, в Нью-Джерси я играл, мы дошли до финала, там была и зима, и осень, и весна, поэтому... И финал Лос-Анджелеса. Да, так что в этом нет никакой разницы, просто Лос-Анджелес хорошая команда, и ребята знают, как побеждать, костяк остался тот же, они голодны до победы, это очень важно. Спасибо.